А что касается там победы, либо поражения американцев в Афганистане, ну, понимаете, есть такой бред, что афганцы, такой свободолюбивый народ, их никто никогда не захватывал. Есть маленький секрет, да, в Афганистане нечего захватывать. Все, кто туда приходил, начиная с британцев, они приходили, мочили местных муджахедов или кого-то, решали свои цели и уходили. Как только они уходили, разумеется, вся вот эта средневековая муджахерия возвращалась обратно. И это рассматривалось как чье-то поражение. Это не так. Американцы, в общем, в свое время скинули этих самых Талибан. Какое-то время они держали Афганистан под контролем. Потом это стало не нужно. Почему не удержали? Потому что в 99-м году в конце Конгресса США была принята инициатива, которая называется «Инициатива нового шелкового пути». Это такой транспортный коридор по всему миру. Ну, и Афганистан тогда как раз под шумок после спецоперации 11 сентября. Они взяли Афганистан, потому что он имеет очень важное инфраструктурное значение в этом регионе. Ну, вот они его держали, трубопроводы собирались строить. Но как-то ситуация изменилась, и Афганистан потерял на какое-то время такое важное транспортное значение. Но был прекрасной преградой, скажем, между Ираном и Китаем. А сейчас американцы просто, грубо говоря, из всего, что произошло, на мой взгляд, выиграли американцы. Теперь с этими проблемами, поддержания стабильности, работы с талибами, будет заниматься замечательный тандемчик, или будет пытаться заниматься Россия-Китай. Ну, и, соответственно, поскольку китайцы еще более ушлые, как бы так популярнее сказать, шныри или отморозки, чем кремлевские, я думаю, что история Афганистана ничем хорошим для кремлевских не закончится. Потому что есть республики Средней Азии, которые вдруг увидели, что из такой вот жопы, в которой они живут, есть, оказывается, выход якобы восстановления порядка и исламского правопорядка, пожалуйста, Афганистан. Могут начаться волнения. Ну, в общем, единственное, что радует пока, да, что талибы провозгласили Эмират в Афганистане. Не какой-нибудь там пан что-то аравийско-средиземноморско-североморский халифат, как ИГИЛ. Вот это бы означало, на мой взгляд, точную идеологическую эспансию на ближайшие регионы. А пока что они ограничились названием Афганистан. Ну, соответственно, будут жить в каменном веке, судя по всему, локально в одной стране. Что не может не радовать. Еще раз, американцы вооружили Талибан. И, судя по всему, они с ними очень долго вели переговоры. Я думаю, что были достигнуты некие долгосрочные договоренности и взаимопонимания о дальнейших действиях. Поэтому я говорю, что американцы не просто ушли. И они свою задачу выполнили, создали проблему. Теперь, ребятки, эта проблема будет в ваших надежных руках, наши северные и восточные соседи.